В Ульяновской области введена в строй вторая очередь нанотехнологического центра. Как отметил губернатор Сергей Морозов, это событие стало очередным шагом в реализации главного регионального проекта в создании в Ульяновской области технологической долины. Мы сегодня присутствуем на знаменательном событии, когда даем символический старт работе его ключевого, стержнеобразующего элемента, второй очереди комплекса Ульяновского наноцентра. Дорогие друзья, именно с опорой на этот центр мы будем решать задачу качественного изменения региональной экономики, которая превратится по-настоящему в конкурентоспособную, в передовую, что позволит, несомненно, сделать Ульяновской области одной из самых богатых, самых успешных, самых красивых и счастливых территорий Российской Федерации. В первую очередь наноцентра была запущена в 2013 году и, по словам губернатора, полностью себя оправдала. Сегодня здесь располагаются 10 передовых нанотехнологических компаний. Более 100 стартапов получили путевку в жизнь. Наноцентр получил статус технопарка высоких технологий и, по оценке эффективности, стал одним из лидеров рейтинга в России. На его базе ведут свою деятельность порядка 80 резидентов. Совместно с Ульяновским государственным техническим университетом созданы кафедры технологии ветроэнергетики и интернет-вещей. С участием наноцентра удалось привлечь инвесторов для строительства в Ульяновской области первого в России оптового метропарка компанию «Форту». Все это говорит о том, что мы с вами выбрали верный вектор развития. Озвученный президентом, его послание, мы начали создавать современную экономику, экономику, которая направлена прежде всего на развитие человеческого потенциала. Не случайно здесь сегодня на площадке, помимо работающих резидентов, мы видим школьников, для которых организовали работу в Квантуриуме. Видим и студентов, которые получили возможность узнать о новых проектах и понять, где они будут востребованы, на что ориентирована сейчас наша замечательная страна и Ульяновская область. Сегодня мы видим здесь и молодых ученых, которые пришли для того, чтобы обсудить меры поддержки молодых ученых, изобретателей, да и просто талантливых детей с опорой на наноцентр, с опорой на технокампус. Мы будем решать еще одну ключевую задачу – формировать новую образовательную модель, охватывающую всю цепочку образовательных организаций, начиная с детского сада, начиная со школы и заканчивая профессиональными организациями и высшими учебными заведениями. Школа нового поколения будет готовить выпускников, обладающих компетенциями, необходимыми для технологического предпринимательства. Решать эту большую задачу будем при участии фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых национального интеллектуального развития, или, как коротко зовется эта организация, «Инопрактика». Будем рассчитывать и на поддержку Левинского католического университета, фонда поддержки талантливых и одаренных детей «Сириус». Так что давайте, друзья, запомним этот момент. Ведь это не просто новый, замечательный, умный корпус. Убежден, что мы сегодня открываем новую, яркую, интересную страницу в истории России, в истории Ульяновской области, страницу инновационного развития всего нашего замечательного государства. Так что позвольте мне официально объявить в добрый путь наш новый, замечательный проект. Корпус будет сдаваться в аренду командам, занимающимся деятельностью, связанной с инжинирингом, научными исследованиями и разработками, а также с их выводом в высокотехнологичные производства, соответствующие профилю технопарка, альтернативная энергетика, биотехнологии и молекулярная генетика, встраиваемая электроника, новые технологии строительства, тонкопленочные покрытия и композитные материалы. Уважаемый Сергей Иванович, я хотел сказать несколько слов о благодарности Ульяновской области, вам лично, за безмерную поддержку в виде именно конкретных дел, которые идут абсолютно в ключе вот буквально недавнего послания к Федеральному собранию, которое озвучивал Владимир Владимирович Путин, и он говорил, что самой главной задачей для России сейчас является нивелирование того научно-технического отставания, которое образовалось вот за последние годы. И именно такие инновационные центры, где будет концентрироваться передовая молодая российская научная мысль, именно здесь будут создаваться передовые научные стартапы, которые будут работать именно в России, призванные облагородить и улучшить действительно страну, и самое главное, дать возможность молодым, дать дорогу молодым. Вы всегда находитесь среди лидеров, субъектов Российской Федерации, которые такие инновации поддерживают. Огромное вам спасибо, ну а молодым дорогу поздравляю вас с очередным стартапом. Удачи! Напомним, первый комплекс зданий наноцентра состоит из трех корпусов, общей площадью 6400 квадратных метров. Он был открыт в 2013 году. Как сообщили в Корпорации развития Ульяновской области, строительство второй очереди началось, поскольку не осталось свободных лабораторных площадей в уже имеющихся зданиях. Планируется, что корпус станет базой реализации проекта Технокампус 2.0. Первые резиденты компании «Ру Гаджет» и «Металл Композит» уже ведут здесь свою деятельность. Я считаю, что такие центры, когда приедут молодые, еще студенты, может быть даже школы, создадут свои стартапы, именно они начнут работать на сокращение того отставания, которое у нас образовалось после развала Советского Союза. И самое важное, что такие центры строятся здесь, в Ульяновской области. Они есть в Сколково, они есть в Татарстане, это Иннополис. И здесь уникальная территория. Она уникальна тем, что наноцентры работают и дают возможность работать молодым людям и проецировать их, ну, скажем так, их идеи, которые они отработают здесь, на все те производства, которые растут, как грибы рядом. Понимаете? Такого в России вообще нет. Дело в том, что десятки заводов высокотехнологичных и этим производством не более 10 лет, даже не более 7 лет, находятся рядом с нами и строятся вновь новые. И те ребята, которые смогут, а я уверен, смогут благодаря государственной поддержке, благодаря поддержке Ульяновской области. Вот сейчас Сергей Иванович озвучил тот указ, который он подписал. Я примерно знаю, что говорилось в письме, которое писалось на его имя. Если именно те меры, о которых там, в общем, упоминалось, сегодня, по сути, поддержаны областью и губернатором, это говорит о том, что это действительно беспрецедентные меры поддержки молодой ученой мысли. И самое главное, что на все те молодые производства, которые здесь открыты, пойдут новые специалисты. И они останутся здесь. Рабочие места останутся здесь, налоги останутся здесь. Все это останется в России и будет работать на Россию. Президент уже нам четко обозначил настоящее и будущее нашей страны. И там было прописано такой вот стержневой целью о том, чтобы мы создавали возможности для самореализации человека, для того, чтобы он реализовал свои знания, свои таланты. И для этого создавали соответствующие условия. Но этого тоже будет ямно недостаточно, если только будут вот такие красивые условия созданы, хотя заняты ружья искренне, которые не могут быть наших инвесторов. Но очень важно, в том числе, чтобы и федеральные, и региональные меры поддержки достаточно активно были развиты. У меня в руках указ губернатора, я только что сейчас его подписал, о некоторых мерах поддержки молодых научных работников и иных лиц, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность на территории Ульяновской области. Здесь прописаны беспрецедентные меры поддержки, начиная от молодых ребят, которые учатся в школе. Мы будем финансово, организационно и материально поддерживать этих ребят, для того, чтобы они не только здесь получали лучшие знания и имели возможность их применять, но и принимали участие, в том числе и в международных конференциях, круглых столах и, конечно, олегиадах. Такие же меры поддержки рассчитаны и на студентов. И, конечно же, что мы делаем впервые, в том числе и распространяемые эти меры поддержки, ну, например, могу сказать о том, что мы впервые с фондом научно-технических инициатив подписали соглашение и направляем на развитие инновационной инфраструктуры более 100 миллионов рублей. 50 они, 50 мы. Я думаю, что вот такие меры поддержки, несомненно, дадут возможность создать здесь не менее 200 новых оборочек мест. Создать возможность, чтобы здесь было, как минимум, не меньше, чем в другом корпусе реализованного стартапа. А я напоминаю, там мы реализовали более сотни стартапов. Там мы создали несколько десятков компаний, в том числе отдельные из них вышли на международные рынки и очень прочно обосновались, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и в Европе. И это показатель того, что мы с вами удачно положили наши деньги. Природный газ пришел в село Краснополка Корсунского района. В торжественной церемонии по случаю пуска голубого топлива принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона поздравил жителей села с этим важным событием, отметив, что за последние 10 лет в газификацию Ульяновской области вложено более 8 миллиардов рублей. Таких денег никогда в Ульяновской области в газификацию не вкладывали. Ни в советское время, ни в постсоветский период времени нам удалось газифицировать сотни населенных пунктов. Осталось всего лишь до 2021 года включительно газифицировать 150 населенных пунктов, в том числе и часть населенных пунктов по Корсунскому району. Мы зарегистрировали уже 3 миллиарда рублей денег, эти деньги у нас в наличии, и практически еженедельно мы начинаем уже пускать газ. Думаю, что таким же образом мы будем двигаться и по Корсунскому району. Уже совсем скоро мы приступим к конкретным работам по Тиньковке. Совсем скоро мы с Сурского района начнем ввести межрайонный газопровод в сторону Беловодья, и там всю эту зону газифицировать. Таким образом, в полном объеме будет выполнено поручение президента Путина. Для газификации села Краснополка были спроектированы и построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы протяженностью 3,5 и 13 километров соответственно. На работы по внутрипоселковым сетям из федерального и областного бюджетов по программе устойчивого развития сельских территорий было направлено около 9,5 миллионов рублей. Строительство межпоселкового газопровода до села Краснополка велось в рамках подпрограммы газификации населенных пунктов Ульяновской области. На эти цели выделено почти 7 миллионов рублей. В настоящее время из 266 домовладений, подлежащих газификации, проекты внутридомового газового оборудования выполнены для 203 домов. Из них 140 уже произведен монтаж. Кроме того, уже принято решение и выделены средства областного бюджета на строительство подводящего газопровода к местной школе. Бюджет образования составляет больше 10 миллиардов рублей, почти 11 миллиардов рублей. И это существенно больше, чем, допустим, весь бюджет Ульяновской области в 2004-2005-2006 годах. Вот такие огромные деньги мы сейчас направляем на повышение качества жизни. Совершая, хочу в вашем присутствии искренне поблагодарить наших работников, которые здесь работали, ввели газ. Искренне верю о том, что в ближайшее время увижу, что все жилые дома будут обеспечены этим замечательным голубым топливом. Искренне верю о том, что ни у кого не возникнет никаких проблем. Если у кого-то есть проблемы с обеспечением газом своих дома, то настоятельно прошу и рекомендую вам обращаться к районным властям. У нас достаточно приличный объем финансовых средств, которые мы зарезервировали совместно с законодательным собранием на оказание материальной и финансовой помощи. Поэтому прошу вас этого учесть. Если есть, еще раз говорю, проблемы, подходите и не стесняйтесь. Мы все эти вопросы порешаем. Ну и, конечно, завершая, хочу поблагодарить Владимира Николаевича Камек, который здесь присутствует. Он представляет государственную корпорацию «Газпром». То, чем мы с вами гордимся. А «Газпром» действительно наше достояние, которое работает на государство и принадлежит государству, за то, что делает нашу жизнь уютнее, счастливее, богаче. И, завершая окончательно, хочу поблагодарить и вашего главу, Владимира Борисовича Чубарова, вашего главу поселения здесь и сельского староста, за то, что они делают, развивая село, развивая район, а значит, развивая и нашу замечательную Россию. Думаю, что все те задачи, которые поставлены президентом Путиным, неукоснительно будут выполнены. Поверьте мне, мы умеем работать. У нас есть совесть и у нас есть честь. И это наша земля. Мы здесь родились, мы здесь живем, мы здесь родили своих детей и не собираемся отсюда никуда уезжать. С праздником, здоровья, счастья и успехов вам! Я хочу сказать огромное спасибо от всех жителей села, ну и от себя тоже лично, за такой прекрасный праздник, как подача газа в село. Губернатору Ульянской области Морозову Сергею Ивановичу, нашему депутату Малышеву Валерию Васильевичу, главе Корсунского района Чубарову Владимиру Борисовичу, что этот праздник состоялся в нашем селе, и газ пришел в село. А это значит, наше село будет жить, молодежь будет оставаться в селе, старикам станет легче, не надо будет покупать дрова, ждать газ подолгу, газовые баллоны в дом. По данным Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, уровень газификации Корсунского района составляет чуть более 40%, газифицировано 12 населенных пунктов. В рамках программы развития газоснабжения Ульяновской области идет проектирование трех межпоселковых газопроводов. Их строительство планируется начать в 2019 году. 17 марта губернатор Сергей Морозов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области с профессиональным праздником. Более 60 сотрудников организации ЖКХ получили в этот день награды из рук губернатора. Ваша работа у всех на виду. Свою нелегкую вахту вы несете практически круглосуточно. Выполняя профессиональные обязанности порой в очень непростых условиях. Разделяя со своими коллегами огромный груз ответственности за бесперебойную работу основных систем жизнеобеспечения и населенных пунктов, и регионов в целом. Конечно, это под силу, давайте честно скажем, только настоящим профессионалам. Только настоящим истинным патриотам. Мы буквально недавно на примере Кузоватовского района, села Остоговка, вот Черепан здесь присутствует, видели, как люди относятся к своей работе. По 36 часов, находясь на рабочем месте, без сна, занимались спасением этого села. От лица всех жителей Ульяновской области сердечно благодарю вас и ваших коллег за самоотверженный труд, за высочайшую ответственность перед народом Ульяновской области, за то, что вы достойно несете на своих плечах тяжелейший груз по содержанию и развитию нашего огромного, беспокойного и требующего постоянного внимания хозяйства. По мнению многих людей, именно успешная и скоординированная работа жилищно-коммунального комплекса является одной из самых явных, самых ярких показателей эффективности региональной и муниципальной власти. Поэтому и внимание к вам, уважаемые коллеги, особое. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, по традиции накануне профессионального праздника мы награждаем лучших работников отрасли. Я очень рад совместно с руководителем законодательной власти нашего региона, правительством региона сегодня выполнить очень приятную и почетную миссию – вручить вам заслуженные награды. И, несколько опережая событий, хочу всех, кто выйдет на эту импровизированную сцену, поблагодарить и поздравить. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, радости, удачи. Конечно, желаю вам всем семейного благополучия, но о нашей великой стране, нашей малой родине, Ульяновской области, процветания. СОВМЕСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕНИ Российских и Белорусских десантников состоялись на территории Ульяновской области. Участие в них принимала батальонная тактическая группировка батальона 31-й Гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России и роты 38-й Гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Доброй традицией стало проведение основных мероприятий боеподготовки совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск Российской Федерации и Сил специальных операций Республики Беларусь. Сегодня мы начинаем очередное учение, которое станет хорошим уроком для всех участников, а сложившиеся погодные условия лишь укрепят наш десантный дух. Желаю всем успешного выполнения совместных боевых задач, чистого неба, мягкого приземления. Успехов! Мы не первый раз уже пребываем на российской земле, участвуем в совместных мероприятиях. Это стало уже доброй традицией. Мы, конечно же, хотим в ходе совместного учения подчеркнуть, научиться, опробировать какие-то способы, какие-то формы совместных действий, поучаствовать в высотном десантировании, потому что на этом учении я, как заместитель команды еще по воздушно-десантной подготовке, вижу для себя основную задачу в этом направлении. Для нашего региона огромная честь и гордость принимать военнослужащих из Республики Беларусь. Совместные учения – это уникальная возможность показать нашу силу, мощь и боевую готовность, заявил в приветственном слове глава региона. Уверен, что в ходе учений вам не будет продемонстрирована высокая степень подготовки, которая позволит вам справиться с заданием любого уровня сложности. Сегодня вы, дорогие друзья, являетесь достойными преемниками боевых традиций наших дедов и прадедов, героев, которые долгие годы сражались за Родину плечом к плечу. Отрадно, что солдаты России и Беларусь по-прежнему остаются боевыми товарищами. Глубоко убежден, что все мы способны сохранить это братские отношения навсегда. Как отметил заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям генерал-лейтенант Александр Вязников, сотрудничество Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации давнее и крепкое. Учения не несут враждебности и не направлены на угрозу кому-либо. Наша главная цель – тренировка навыков при выполнении задач по поддержанию мира. Учения с вооружёнными силами специальных операций вооружённых сил в Беларуси у нас проходят регулярно. Всего в год проходят таких 5-6 учений. И это очередные учения на уряновской земле. Тема учений – миротворчество. Главная задача – это обучить личный состав, взаимно обогатиться знаниями друг друга о порядке выполнения задач в зоне проведения операции по поддержанию мира. Мы представляем вооружённые силы воздушно-самные войска вооружённых сил России и Республики Беларусь. Поэтому одним из основных элементов этих учений – это аэромобильные действия, десантирование. Эта задача тоже есть и она тоже будет выполнена. В совместных учениях задействовано около 500 военнослужащих 31-й и 38-й бригад и более 60 единиц техники. Я хочу, во-первых, ещё раз искренне поблагодарить и командование воздушно-десантных войск нашей страны, Российской Федерации и наших друзей из Беларуси, что они выбрали город Тульянск для проведения здесь учений. Не строить для нас – это огромная честь. Мы прекрасно отдаем себе отчёт о том, что у нас есть уникальная возможность благодаря средствам массоинформации показать нашу силу, нашу гордость, нашу боевую готовность. Прежде всего, конечно, для наших мальчишек, потому что они очень часто сюда приезжают и смотрят с восхищёнными глазами на наших солдат и офицеров. Ну и, конечно, мы понимаем, что это ещё раз подчёркивает о том, что Ульяновская область, Древнесимбирский регион был всегда опорой и территорией, которая готовила военные кадры. Искренне надеюсь, что сегодня так ещё раз будет в рамках учений доказано о том, что мы действительно являемся опорным регионом для наших стран и для России, и для Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова